К другой теме. Международный балетный фестиваль – одно из самых ярких событий культурной жизни республики. Ежегодно это событие собирает толпы поклонников искусства танца. По сложившейся традиции фестиваль открывает премьера. В этом году зрители увидят балет Михаила Чулаки Труфальдина «Слуга двух господ» в постановке Данила Солимбаева. Балетный сюжет Карла Гальдони уникален во многом. Сейчас он идет только в одном театре страны – в Челябинске. Чебоксарский театр стал одним из обратившихся к этому балету, представляющему огромный интерес как для артистов, так и для зрителей. Изюминка этого спектакля – это большое количество, так скажем, главных партий. Их там всего около шести. Все эти партии очень яркие. И как подробно другие спектакли, близок к комедии «Дель арты» и к жанру комедии ошибок, эти все партии, эти все персонажи позволяют артистам очень много импровизировать на сцене. Шутить, может быть, так, как им захочется, в своей манере исполнять эти роли. Вот в этом будет изюминка. Потому что каждый спектакль, в зависимости от исполнителя этой партии, будет совершенно другим. Работа над балетным спектаклем – это не только напряженный труд артистов и многочасовые репетиции. Над каждым новым спектаклем трудятся все цехотеатры. Живописные и бутафорские изготавливают декорации. В пошивочном создаются удивительные красоты костюмы. Чебоксарская премьера этого года уникальна тем, что автор эскизов, визуальный составляющий спектакля – знаменитый сценограф Татьяна Бруни. Для нынешней премьеры декорации костюма по эскизам восстанавливались под чутким руководством главного художника Валентина Федорова и художника по костюмам Галии Юсуповой. Моя роль в этом спектакле достаточно скромная. Я всего лишь делаю реконструкцию или реставрацию спектакля по эскизам замечательной художницы Татьяны Бруни. Ее сейчас уже нет, но она очень активно творила и была очень известная художница и замечательная, с прекрасным чувством стиля. И надо сказать о том, что она еще и великолепный живописец. И вот эту живописную культуру питерскую такую, она принесла на сцену, тем и была знаменитой. Декорации костюма Бруни вобрали в себя атмосферу солнечной Италии. Действие спектакля происходит в Венеции. Элементы венецианского карнавала непременно присутствуют в сценографии и костюмах. Надо сказать, что здесь технологии достаточно интересные. Здесь такая шапочка делается лено сначала, потом сверху обтягивается, тканью обшивается и вот видите, какая тщательная работа. На чувашской сцене премьера балета состоится 17 апреля. Сергей Фишер, Николай Яковлев, Республика.